Пит-100 популярен не только во время авторалли, но и в тот период, когда наступает зима. Владельцы автомобилей переобуваются с летней резины на зимнюю. За последние сутки на шиномонтаже утверждают, что популярность данной услуги значительно возросла. Вчера пошел снег, начал народ переобуваться. Мы работаем с 8 до 8, а работали вчера до часу ночи. Куча людей было, реально не успевали. Дорога скользкая, человек даже если переобулся, он отсюда выезжал, он реально ехать не мог. Дорога была скользкая, он шлифовал. Работает три человека, а реально не успеваем, машины уезжают. Переобули примерно 35 машин с 8 до часу ночи. В середине ноября уже началась потихоньку работа. Это сейчас кто не успел, то сейчас резко накинулись. Вообще с ноября начинается переобувочка. За вчерашний день неожиданный снег упал, резко накинулись. И так получилось за сутки где-то машин 150. Сколько в среднем происходит процедура замены всех четырех колес? Минут 40. То есть 40 минут на одну машину, и так вот они конвейером. Сколько сотрудников у вас всего? Пятеро. На шиномонтаже рассказали, что стоимость популярной за последние сутки услуги не поднимали. В среднем процедура замены всех колес обходится автолюбителям в 500 гривен. Водители утверждают, что управляемость машины вчера была низкая. Тип резины значения не имел. Один уже месяц используют зимний вариант. Некоторые до последнего ждали момента переобуться. Я всегда перебываю с начала ноября в целях безопасности. Дорога вчера была очень скользкая, очень непредсказуемая. На дороге было очень много аварий. Я считаю вообще, что ДТП происходит в основном от того, что наши водители сильно самоуверенные в себе. Водители, которые имеют машины с полным приводом, считают, что больше ничего не нужно. И они пытаются выжать со своего автомобиля максимум. При таких погодных условиях, при гололеде, это невозможно. Зима застала неожиданно врасплох. Ехать было вчера очень скользко. Пару раз занесло, особенно когда попал на трамвайные пути. Сегодня в 10 утра приехал на шиномонтаж, взял резину в гараже. И вот сейчас 3 часа дня только ребята взяли за машину менять на зимнюю резину. В патрульной полиции города говорят, что в обычные дни на дорогах происходит до 30 дорожно-транспортных происшествий. Однако за последние сутки их количество значительно возросло. К счастью, обошлось без пострадавших. Полиция призывает водителей в зимний период соблюдать правила дорожного движения. Включать поворотники, придерживаться дистанции, не превышать скоростной режим. За минулу добу на территории міста зафіксовано 76 дорожно-транспортных пригод з механічними пошкодженнями. Нагадаю, що постраждалих людей нема, але потрощені автівки. Перш за все, це визвала негода, ожледь, яка сталася на території міста та області. Проблему викликали водії, які забулися або проігнорували зимову гуму. Також в патрульній поліції призывают і пішоходів не забувати о правилах собственої безпеки в зимний период. Також слід нагадати правила безпеки для пішоходів. Максимально уважно переходити дорогу в місцях, які дозволені для цього. І також під час переходу в установленіх місцях бути уважними, дивитися по боках і бути впевненими, що водії вас бачать. Перший звонок прозвенел, водителі на нього отреагували прогнозіровано. Впереди минимум три місяці непредсказуємої одесської зимі. І все ж, лучше не полагаться на случай і не надіяться на авось. Може і не пронести. Василий Базовлук, Алексей Прокопенко, Телеканал Репортер.